МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что должно быть приоритетным при определении армянина – этническая предотвлежность или религия? Очень часто в нас укореняется менталитет, что армянином может считаться только христианин, и, следовательно, понятие нерелигиозных армян исключается, и для этого приводится множество оправданий. Отметим, что это сложный вопрос, который лежит в области пересечения различных дисциплин. Однако, на наш взгляд, к проблеме следует подходить не с точки зрения желаемого или идеального, а с точки зрения сегодняшней конкретной реальности. Существование исламизированных армян и их потомков – это факт, и было бы несправедливо игнорировать тех, кто сохранил память о своем армянском происхождении, преодолевая различные трудности. Необходимо также подчеркнуть, термин «исламизированные армяне» для нас скорее название, характеризующее их нынешний правовой статус. У нас должно быть разное отношение и, главное, ожидание по отношению к различным группам, условно называемым «исламизированными армянами». Проблема насильства наобращенных армян в Западной Армении многогранна, и исследования в этой области важны. Но необходим и обязательный профессиональный подход к этому вопросу. Иначе могут возникнуть нежелательные результаты. Телевидение Западной Армении в новом формате и с новым подходом возобновляет рубрику «Изламизированные армяне». На фото село Веримвоски-Пар с его древними армянскими памятниками и важным для нашей к безопасности географическим положением. Об этом в своем телеграм-канале написал иронист Вартан Восканя, прокомментировав последние требования Баку касательно сдачи четырех так называемых оклавных сел. Варварский бакинский режим сегодня официально заявил, что требует передать священную территорию Армении. То самое место, где я стою на этом фото. Веримвоски-Пар – это древние армянские исторические памятники, прекрасная природа и важное географическое положение для нашей безопасности. Все внутренние призывы в Армении, сознание и разум нашей общественности и элит должны теперь стать оперативной повесткой дня этой и остальных территорий нашей Родины, исключая уступки врагу и предпринимая вытекающие из этого эффективные шаги. В противном случае наше государство впадет в фактический паралич, чего и жаждет враг. 19 марта в Европарламенте состоится конференция на тему «Армянские военнопленные в Баку». Ситуация, сложившаяся через три года после принятия соответствующей резолюции Европарламента. Об этом сообщили представители Восточной Армении в ЕС. Сообщаем, что 19 марта под экидой депутата фракции Андрея Ковачева в Европейском парламенте пройдет конференция на тему «Армянские военнопленные в Баку». Ситуация, сложившаяся через три года после принятия соответствующей резолюции, Европарламента отметила представительство Армении в ЕС. Граждане могут зарегистрироваться для участия в конференции по указанной ссылке. Депутат парламента Испании Джон Иньориту считает, что международное сообщество должно ввести целевые санкции или другие наказания в отношении тех лиц или организаций, которые несут ответственность за уничтожение армянского исторического и культурного наследия Арцаха и предотвратить будущее нарушение. Коснувшись четких шагов, ожидаемых от международного сообщества, депутат подчеркнул, что прекращение нарушений и вандализма со стороны Баку требует многогранного подхода, включающего как дипломатические, юридические, так и культурные усилия. По мнению Джона Иньориту, армянской стороне и здесь есть над чем поработать. Необходимо использовать все легальные международные платформы и институты, такие как ЮНЕСКО и Международный суд, которые должны привлечь Баку к ответственности. После полной оккупации Арцаха в сентябре 2023 года власти Баку продолжают уничтожать и подвергать вандализму тысячелетнее армянское историческое и культурное наследие. Бакинские солдаты оскверняют и уничтожают как армянские памятники, так и кладбище. Несколько дней назад в интернете появились кадры из Степанакерта, где было видно, как азербайджанцы сносят здание парламента на площади Возрождения. Несмотря на общее прошлое, отношения между мусульманской и христианской общинами и идентичность амшенцев, похоже, развиваются в разных направлениях. Эти различия, несомненно, обусловлены влиянием восприятия религиозной идентичности. Хотя восприятие идентичности в армяноязычной и мусульманской общине амшена и неамшенской мусульманской общине очень схожи, разница с амшенской христианской общиной помогает подтвердить этот тезис. Данная ситуация позволяет нам раскрыть историю веры амшенского народа и те изменения, которые претерпела его вера, а также сказать, что эти изменения выражаются с точки зрения амшенской идентичности. Изучение религии амшенского народа можно разделить на три периода дохристианские верования, христианский период и мусульманский период. В преддверии 24 апреля телеканал Вестер Армения ТВ представляет вашему вниманию рубрику «Армянская идентичность». Первая часть посвящена амшену и амшенцам. Религия и этническая идентичность. Когда амшенцы впервые прибыли в регион, они были последователями армянской апостольской церкви. В связи с этим крайне сложно найти письменные документы, относящиеся к дохристианскому периоду существования амшенцев. Хотя некоторые сведения об этом периоде найти можно. Мы располагаем двумя источниками. Дохристианская история армян и труды по традиционным верованиям амшена. Армен Микаэлян, насильственно перемещенный из села Вагуаз, Марта Керта опубликовал свою вторую книгу «Горячая как кровь». Родина – это красочный образ, в котором отражаются надежды и мечты, а сердце бьется в гармонии с природой. Литературный псевдоним Армена Микаэляна «Армен Аво» имеет свою историю. Учительница армянского языка и литература заметила, что Армен питает особую любовь к произведениям Аветика Исаакяна. Отсюда и псевдоним Аво, но Армен представляет его как аббревиатуру «Раненый сын Арцаха». В деревне была большая библиотека и рукописные книги, которые, к сожалению, остались там. Армен привез с собой только то, что было на телефоне. Первая книга была опубликована в 2022 году под названием «Зная тебя, я узнаю себя». Сборник был написан после окончания службы. Встречи писателей и книги состоялись только в 2023 году после депортации. Первым творческим вдохновением Армена Аво было место рождения. На вопрос, какая следующая тема произведения, Армен ответить затрудняется. Там осталась целая жизнь. Прекрасные детские переживания, энергия и искра юности. Несмотря на это, Армен попытается передать армянскому читателю надежду и свет. В завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok